Раз, два, раз, два, три! Блядь, сейчас модно не резать, никого не бить. Мне все равно, какая у него внутренняя мотивация самая, но я к этому пришел. Это какой-то его сакральный посыл с неба, или ему вещий сон приснился. Или он просто потому, что это мода, среди бандитов никого не убивать. Я эту моду поддерживаю. Пускай они все будут позерами. Или пускай все военные скажут, знаете, сейчас тенденция не воевает. Модно просто. Пускай они это делают бездумно. Вот это общественное лекало меня бы устраивало. Как сатирик я занимаю круговую оборону. Я вижу много вещей, связанных не только с политическим беспределом. Я вижу, что в этом политическом беспределе участвует масса мещаных обывателей, которым своим спящим отношением к жизни помогают бычью держать в страхе целые поколения людей. Мне кажется, что это очень страшная тенденция. Потому что политика стала частью общего поп-арта. То есть по политике их движение, даже если ты якобы в этом не участвуешь, они затрагивают все формы жизни. И будучи пассивным, ты превращаешься в очень легкую мишень. И в принципе ты становишься марионеткой. Потому что в нашей стране пассивность – это то, чего добивается руководство страны. Поэтому дешевый алкоголь. Поэтому спокойный взгляд на бытовокриминальный беспредел. Потому что человек, выходящий на площадь, получает громадные сроки. Человек, который сидит как паразит на шее у своей мамы, с утра до ночи проводит вместе со своими блатными дружками возле магазина, сшибая копейки на очередной вырла, этот человек в государство полезен. Потому что как минимум он потом сядет в ЛТП или в тюрьму, будет помогать, не знаю, делать какие-то новые, собирать розеточки, там еще что-то. И в общем-то быть вот этим гулаговской рабской силой такой, да, бездумной. То есть вот аполитичность и либо бессознательное подчинение – вот это то, что более всего выгодно режиму. То есть чтобы ты якобы, типа, ну, то есть не при делах такой. Я, мол, не при делах. А нету людей, которые не при делах. У вас же тоже, да, были проблемы с властями в Минске? Как сейчас дела обстоят? Я не понимаю, что такое отсутствие проблем с властями. Были, были проблемы с властями? Нет, я имею в виду, что значит у вас, у вас что нету проблем с властями, вы всем довольны, вам нравится каждый свой шаг соизмерять с какими-то жесовскими чиновниками, вам нравится давать постоянно взятки, вам нравится унижаться перед людьми с погонами, вам нравится все время дрожать перед человеком с кокардой. У вас проблемы с властями, у вас проблемы с властями, у всех проблемы с властями, и у меня проблемы с властями. И первая, главная проблема, что я просто не доверяю, я не понимаю, в чем смысл. Я не вижу никакого бога избранного человека с каким-то нимбом над головой. Я не собираюсь доверять им свою жизнь. никому из них. Поэтому я стараюсь жить в своем независимом, сейчас создаю свою собственную жизнь, но из матрицы, так называемую. И таких людей очень много. Меняемых людей на планете все равно очень много. Людей, которые понимают, что подождите, что творится, посмотрите, сколько об этом написано книг. По-прежнему мы видим этих людей на Рождество. Они стоят в церкви, рядом с ним патриархи, они все такие глаза в небо. А в следующий день они отдают приказы, чтобы танки давили их собственных гражданам. Открыть любой букварь, изданный в любой стране, в любое время, на любом языке. И там будут написаны все истины. Почему нас учат в детстве? Надо мульбить маму, надо дружить с ребятами, драться нехорошо, надо улыбаться, надо учиться, надо выучиться и работать. Там же не написано. Так, дружи только с нужными людьми, надо вырасти, познакомиться с Иваном Ивановичем. Филипп Филипповичем. Я не видел такого учебника, ну, букваря. Вот. Это моя самая главная дерзкая концепция. Но она есть в китайской подсловице. Нужно умереть молодым, но сделать это как можно позже. Я ни разу в жизни в своей даже диплом об окончании института никому не показывал. Мне кажется, все это такая мистификация, то есть вообще настолько все это неверно. Кто умный, кто безумный. Я видел людей, которые заканчивали по три института, но внесли такую невнятную чушь, что просто диву даешься. А видел людей, которых выгоняли со школы, там, с седьмого класса, и они внесли такую мудрость земли. Так что это все это. Неонацизм по мне это такая своеобразная демонологическая уже система, как вот в стиле Николев. То есть есть очень куча таких совершенно бездумных зомби и големов, которые в их головах рождаются вот именно вот эти псевдочеловеческие лозунги. Я думаю, основным источником современных тоталитарных идеологий в общем-то является, как и раньше, от государственной системы. В этом иерархическом земном подразделении в общем-то всегда бытовала такая корпоративная ксенофобия, ненависть к человеку, кастовость, распределение очень четких значимых ролей. И для неонацистов очень хороший доспех ментовской мундир, для него очень хороший доспех депутатская корка. То есть посмотрите, как они действуют, как они живут. То есть они не считаются ни с кем и ни с чем. Для них некие государственные лозунги, некий государственный интерес важнее любого человека. И о чем мне кажется очень важно понимать, что государство рождает, прежде всего государство рождает различные идеологии. А идеология это объединение безумцев. им очень важно чтобы внутри городов, в больших мегаполисах, на улицах было очень много пустоголовых орков, которым в голову можно засунуть любую билиберду, прикрывая собственную никчемность, невозможность своей собственной индивидуальной реализации. в общем-то эти люди, которым в принципе можно посочувствовать, смуждаются в экзорцизме. И ребята хочу предупредить всех, что неважно по какую сторону баррикад находишься, ты сейчас там ультраправый, ты ультралевый, когда к власти приходят настоящие трэшмены, когда к власти приходят настоящие крупные тоталитарные фигуры, то педиле обглебают все сразу. Мировоззрение современного человека должно быть очень подвижным. Это кодекс Бусида, кодекс Воина. Да, меня многие вещи тоже раздражают, у меня тоже кое-какие люди вызывают ненависть и агрессию, но я не собираюсь диктовать свои условия игры. Я просто признаю, что мир несовершенен и предлагаю собрать свою волю в кулак и заниматься своей собственной реализацией. А людям я желаю счастья, побольше улыбок, думайте своей головой, и мой главный лозунг «Не быть скотом». Отрывайтесь от системной матрицы, выходите из контекста, вырывайтесь из лекала, не забывайте, что только своей яркой индивидуальности, своей необычности вы можете увеличить силу мирового добра. Аминь и Аллилуйя. Сергей Михайлов. Продолжение следует...